JavaScript — самый популярный язык. Теперь позволяет в один клик произвести дипломент в облако. Раз уж Spring этим занялся, то всё серьёзно. Ох, уже эти отчёты, анализы, опросы. Ну сколько можно? А всё потому, что Skype — это файлообменник, что необходимо избегать использования void-методов. Всё больше женщин входит в IT. Не так давно дела у Intel стали ещё хуже. Здорово! Мышка, Лёшка — все на месте. Так что MGC News. Сейчас мы поделимся с вами новостями из мира Java и не только. Коротко, ясно и доступно. Погнали! Ох, уже эти отчёты, анализы, опросы. Ну сколько можно? Я тоже так подумал. Но потом просмотрелся, и... Блин, ну прикольно. Основные выводы. JavaScript — самый популярный язык. Два из трёх респондентов использовали его за последний год, в то время как 39% назвали его своим основным языком. Пять самых быстрорастущих языков — Python, TypeScript, Kotlin, SQL и Go. А вот три языка с уменьшающейся популярностью за последние пять лет — Ruby, Objective-C и Scala. Всё больше женщин входит в IT, а именно в таких областях, как Data Analyze и Машинное обучение, а также UX и UI. За последний год весь мир перешёл на формат удалённой работы, изменив тем самым нашу повседневную жизнь. А именно. 66% респондентов используют видеоконференции, что выше значения годом ранее — 43%. Zoom, MS Teams, Google Meet значительно увеличили свою аудиторию, в то время как Skype стремительно её теряет. А всё потому, что Skype — это файлообменник. Всё больше инструментов выходит на рынок облачных трешений. Использование клауд-версии увеличилось вдвое за последние четыре года. В начале 2020 года 70% разработчиков работали из офиса, а сейчас 80% работают дома. В 2020 году большинство разработчиков заявили, что программирование — их самое большое хобби. Но в этом году видеоигры возглавляют список, увеличив свою популярность с 49% до 59%. Из интересного. Иммиграционный показатель, то есть процент иммигрантов, работающих в этой сфере, наибольший для Канады — 29%. Великобритании — 23%. Северной Европы — 22%. Для Беларуси такой показатель составляет 7%. Иммиграционный показатель, то есть процент человек, уехавших из страны, для Украины — 29%, почти каждый третий. Для Беларуси — 20%, то есть каждый пятый. Восточной Европы — 18%. Абсолютное большинство разработчиков имеют аккаунты на GitHub — 84%. Дальше следует Twitter — 58%, и Instagram вместе с LinkedIn — 53%. На Stack Overflow зарегистрировано чуть меньше половины — 47%. Треть респондентов начинает рабочий день в 8-9 часов, еще треть в 9-10, ну и 83% начинают до 10 часов. 41% — Senior, 36% — Middle и 18% — Junior разработчики. При этом почти половина айтишников в возрасте от 21 до 29 лет, далее до 30-39 лет в количестве 27%. Java наиболее распространена в Южной Корее, Китае и Германии. Java 8 все еще главенствует, занимая 72% рынка. Однако Java 11 делает по 10% в год, начиная с 2019 года, и уже имеет 42% рынка. Трое из четырех Java разработчиков используют Intellish IDE, а только 4% — Visual Studio Code. Интересно, новый плагин для Visual Studio Code повлияет на ситуацию? Про это мы еще сегодня расскажем. Redis вырывается на третье место в рейтинге баз данных, с которыми работали разработчики за последний год, с показателем 29%. Лидером же является MySQL с 61% и Postgrease SQL, который чуть-чуть опередил Redis и набрал 36%. Треть участников опроса разрабатывают микросервисы, и лидирующим языком становится Java — 41%, затем JavaScript — 37% и Python — 25%. Репорт очень и очень залипательный, вот серьезно. Так что прыгай вниз, переходи по ссылочке в описании и смотри, сколько там всего интересного. Visual Studio Code — разработка компании Microsoft, распространяемая на бесплатной основе. Недавно стала более подходящей для разработки на языке Java. Новые конфигурационные панели упрощают настройку проекта, а новые панели иерархии упрощают навигацию по проекту. Кроме того, улучшена интеграция со Spring Framework и Azure Cloud Service. Visual Studio плагин для Java — Java Extension Pack — содержит базовую поддержку для Java и несет в себе следующие изменения. Создание новых проектов на основе Mavin архетипов — Spring Boot, Quarkus и MicroProfile. Новое окно выбора GTK для проекта, которое автоматически сканируется, а также предложение о скачивании других доступных дистрибутивов. Новое окно иерархии типов, очень похоже на Eclipse IDE или IntelliJ IDE. Перемещение классов между пакетами через drag-and-drop теперь рефакторит импорты. Отдельное Mavin окно со всеми доступными VALAN задачами. Joint Methods, которые помечены аннотацией BeforeEach и AfterAll, например, могут теперь автоматически генерироваться. Интеграция с Azure теперь позволяет в один клик произвести дипломент в облако, а также легко запустить, останавливать и скейлить свой solution прямо из IDE. Также Microsoft внедрила поддержку Java 16 в ASCode через месяц после его релиза. Впечатляет! В сети появилась статья о том, что необходимо избегать использования void-методов в языке Java. И вот шесть причин почему. Первое — это неправильная инкапсуляция полей может привести к просачиванию некоторых деталей имплементации. Метод, возвращающий void, почти наверняка будет содержать сайд-эффект, и это будет труднее понять. Второе — нет никакого контракта в виде входные данные, выходные. Есть только входные аргументы, а дальше происходит магия. Этот пункт является самым важным и отчасти проявляется во всех последующих. Третье — такие методы заставляют перепрыгивать в их внутреннюю имплементацию, чтобы понять, что там происходит, потому что нет никакого возвращаемого типа. Четвертое — усложнение тестирования. Простое сравнивание результата с ожидаемым значением тут уже не сработает, нужно будет отслеживать поведение метода. Пятое — сайд-эффекты, другой антипаттерн. Если вы хотите избежать его в своем коде, откажитесь от void-методов. Ну и шестое — такие методы имеют тенденцию к быстрому распространению по кодовой базе, так как кажется, что с ними функционал реализуется быстрее. Суммируя, автор хочет сказать, что не все void-методы плохи, но большинству из них все же да. Void-методы могут использоваться для мелких задач в виде логирования, высылки e-mail, печатывания чего-нибудь на консоль и так далее. Пишите в комментариях, как вы относитесь к void-методам, стараетесь ли вы их избегать. Мы, кстати, на нашем канале частенько рассказываем вам про рефакторинг и бест-практики. Если вам интересно, прыгайте, переходите, смотрите. По последнему анализу рынка компаний Snook и Azul было замечено, что использование Java 11 в продакшене уже даже слегка поражает Java 8 — 62% против 60%. Данные этого отчета сильно отличаются от результатов анализа Durable, который говорит, что использование Java 8 в продакшене в два раза больше, чем Java 11, и также противоречит данным JetBrains. Как бы там ни было, Java 11 с каждым годом набирает обороты, и уже стоит задуматься об обновлении, если вы этого еще не сделали. Об этом, кстати, особенно задумываешься, когда смотришь на дату релиза 8-й Java. Совсем недавно был анонсирован выпуск Milestone первой версии Spring GraphQL. Раз уж Spring этим занялся, то все серьезно. Пару слов о GraphQL, если вы забыли, что это. В двух словах, GraphQL — это синтаксис, который описывает, как запрашивать данные, и в основном используется клиентом для загрузки данных сервера. GraphQL имеет три основные характеристики. Позволяет клиенту точно указать, какие данные ему нужны, обеспечивает агрегацию данных из нескольких источников и использует систему типов для описания данных. Spring GraphQL — это модуль для проектирования системы таким образом, чтобы фокусироваться на данных и обеспечить схему и язык запросов для клиентов, работающих с такими системами. Фундаментально, изменения были сделаны в HTTP-хедерах, Spring MVC и WebFlux, в WebSocket-хендлерах, используя GraphQL VS протокол, Web Interception — возможность создавать перехватчики для GraphQL запросов, ну и Boot Starter, чтобы завернуть все это в один стартер, ну и все остальные плюшки, которые идут уже как должное в Spring. Для безопасности используйте Spring Security. Для обработки ошибок используйте новые GraphQL Exception Resolver компоненты. Для тестирования пользуйтесь WebTestClient. Также появился WebGraphQL Tester для тестирования сценариев различных запросов. Для метрик используем все тот же актуатор. Для генерации джава-типов по GraphQL схемам предлагается использовать Netflix DGS. В планах зарелизовать следующий milestone уже к началу сентября. Как мы уже все знаем, Intel давно не та компания, которая движет локомотив процессоров вперед. Мало того, что каждый год релизуют процессоры для того, чтобы релизать, так и конкуренты наступают на пятки. AMD уже перестала быть компанией, которая отстает, и стала задавать тон на рынке быстрых и недорогих процессоров. Не так давно дела у Intel стали еще хуже, когда Apple всем рассказала, что полностью дропает интеловские процессоры в своих устройствах и переходит на свои ARM-чипы, которые полностью укатывают по производительности на ватт в асфальт все то, что делает Intel. Некоторое время ребята из Intel мялись. Ну вот, прошел год, и теперь они говорят, что планируют догнать передовиков, а это тайванская TSMC и Samsung, аж только в 2025 году. Чтобы навестать достижения конкурентов, Intel планирует перейти на новые и моднейшие технологии производства, в которые мы не будем углубляться. Но дела у компании очень так себе. Есть подозрения, что к тому моменту, когда Intel их догонит, те убегут от них еще дальше. Пока есть значительных достижений только переименование их техпроцессов. Так, техпроцесс на основе 10 нанометров теперь будет называться Intel 7, а техпроцесс на 7 нанометров — это теперь Intel 4. Кроме того, в компании планируют начать больше выпускать чужие чипы по контракту, например, от QL.com и Amazon. Вот такие вот инновации в 2021 году. Посмотрим, что там будет в 2025 году. Наверное, далеко не все знают, что у Яндекса есть продукт, который называется Яндекс 360, который представляет из себя коллекцию инструментов для работы. Причем, достаточно хорошего качества и при этом не очень дорогой, особенно по сравнению с западными конкурентами. В рамках Яндекс 360 существует тула «Яндекс Тильмост», которая является своего рода аналогом Zoom и еще миллиона различных тулок для видеокоммуникации. Так вот, теперь там можно вполне себе удобно планировать видеоколлы и подключаться к ним, введя определенный номер. Кроме того, была улучшена интеграция с другими продуктами, которые входят в Яндекс 360, тот же календарь. Сама по себе новость, казалось бы, не очень примечательная, но если кому-то интересно посмотреть на достаточно удобные альтернативы другим продуктам, которые становятся не такими уж и бесплатными, то имеет смысл обратить внимание на более доступный и, может быть, куда более удобный аналог Яндекс 360. Скажу, что реклама Яндекса. Netflix как компания продолжает развиваться и ищет пути выхода на новые рынки. Не так давно были слухи, что они планируют выйти в игровой сегмент, а теперь, похоже, информация уже подтвердилась точно. Начнет компания с мобильных игр и добавляться они будут пока что без дополнительных трат от конечного потребителя. По сути, все игры будут доступны по подписке и сначала будут доступны пользователям, которые уже подключены к системе на существующие уровни подписок. Возможно, по мере обновления каталога и актуализации игр за это придется платить, но пока что об этом ни слова. Судя по всему, сам сервис будет максимально похож на то, как работает Apple Arcade, где за фиксированную сумму пользователи получают доступ к каталогу игр без рекламы, которые регулярно обновляются. А может быть и передумают, и будет что-то вроде Xbox Cloud или Stadden, когда на устройство транслируется чистая картинка, а сама игра фактически работает в клауде. Поживем – увидим, но звучит как минимум интересно. Да и разнообразие сервисов только увеличит конкуренцию. Одно опасение – как бы такое не превратилось в помойку игр, где делается упор на количество, а не на качество. Ну и не можем обойти стороной главную космическую тему последнего времени. Джефф Безос наконец-то слетал в космос, а чуть ранее это сделал Ричард Брэнсон. Джефф Безос полетел не один, кроме него летели еще его брат, 80-летний ветеран астронавтики и студент. Ребята слетали на корабле New Shepard, который уже летал в космос 16 раз, но вот только этот раз был первым с людьми на борту. Летали около 10 минут и только пару минут провели в невесомости. Корабль поднялся на высоту выше 100 километров, поэтому формально оказался в космосе. Сам Безос заявил, что это была мечта его детства. После приземления Безос сказал, что его основная миссия была выполнена, потому что он никого не пнул. Смотря на время провождения в невесомости, есть определенные догадки, что имел в виду миллиардер. К сожалению, по приземлению Безоса ждал облом. Буквально в этот же день Федеральное управление гражданской авиации изменило критерии, по которым человек может считаться астронавтом. И внезапно стало недостаточно подняться выше 80 километров над уровнем Земли. Теперь нужно вносить существенный вклад в обеспечение безопасности полета, что бы это ни значило. Надеемся, что Безос и Брэнсон очень сильно по этому поводу не расстроились, потому что главной идеей было прикоснуться к прекрасному космосу, а не получить крылышки, которые выдают астронавтам. Бывшему главе Амазон будет как минимум утешением тот факт, что его компания Blue Origin уже продала билеты на будущие туристические поездки на сумму в 100 миллионов долларов. Как видно, спрос на такие полеты хорош, так что рынок должен продолжить расти, а цена такого билета наоборот, с течением времени уменьшается. Глядишь, лет через 50 простые смертные смогут позволить себе вот такие вот полеты. Ждем и верим. Вот на такой космической новости мы и заканчиваем наши новости на сегодня. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте, что все ссылочки будут в описании. Переходите, читайте, смотрите, прокачивайтесь. И не забывайте подписаться на наш канал, поставить колокольчик, поставить лайк этому видео. Еще увидимся! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!